Статус свободен. Нихуя ты, блядь. Почему сейчас многие остаются в этом статусе, Сереж? Ну, я тебе могу по такому примеру, допустим, сказать. Он уже заработал все, что мог. Заработал квартиру, заработал машину, имеет свой бизнес. Она закончила университет, работает где-нибудь в каком-то месте за какую-то зарплату. Встает вопрос необходимости, точнее, правильно, целесообразности вообще штампа. Одно дело, когда люди вместе со школьной скамьи в идеале, с института, или когда они начали просто с ноля. Тут, да, имеет смысл. Многие люди стали как бы заложниками на самом деле всего этого. Они стремятся, они живут. И он продолжает все равно искать дальше. Все равно, даже бывает, что имея ребенка или просто живя не первый год, человек находится в поиске. Гражданский брак? Да, гражданский брак. То, что нас в стране называют гражданским браком, это не гражданский брак. У нас называют гражданским браком сожительством. Гражданский брак, это слово гражданин. Так как церковь у нас всегда была отдельно от государства, то гражданским браком называлось то, когда люди сшли в ЗАГС, ставили печать в паспорте, но не шли в церковь. Это называется гражданским браком. То, что нас называют гражданским браком, это церковь. Ну, смысл в чем? Что, короче, все вот так живут, что-то ищут по сторонам. Какой-то уверенности в партнере у людей нет. Боятся дележки, боятся вот этого вот квартирных войн. Понимаешь? Всего вот этого. Боятся, что кто-то уедет в Турцию, не за тем, за чем надо. Мы же это все проповедуем, мы же это все рассказываем. Эрнст такой с этим пытается все это умолчать, но мы-то телезрителям нашим рассказываем всю правду, понимаешь? Вот и получается статус свободен. По ту и по другую сторону. Ну, вот ты правильно говоришь, что человек 30 лет, вот на твоем примере, да, он, допустим, имеет там уже какие-то материальные вот эти за собой, за спиной вещи. Он ковыряется, копается, ищет, смотрится, не торопится. А вдруг будет что-то лучше. Обсобенно согласен с тобой. Многие так живут. Причем детей заводят. Опять же, все равно, то есть это как бы не помеха. Русский Иван, он, может, завел бы семью, понимаешь? Вот простой русский Иван. А там другой вопрос. А там другой вопрос. Я тебе объясню, вопрос, да. Почему многие Иваны не заводят эти семьи, да? То есть, так сказать, даже не стремятся их завести. Почему с ними не заводят, с лохами? Нет, с ними не заводят, мы понимаем, это та сторона Наташ, понимаешь? Другая аудитория. А Иван, он сам тоже как бы не может. Чего не может? Не может оправиться от кризиса, он не может отправиться от этого пивного рая. Он не может оправиться, понимаешь, от всех этих вещей, которые... Да, от этих встреч в ночи, понимаешь, с товарищами возле дома, да. То есть, понимаешь, вот эти все они обстоятельства, плюс нестабильность на работе, плюс... Везде нестабильность. Да, да, плюс квартирный вопрос. Не у каждого Ивана он решен. Да, мы это знаем, да. Многие Иваны живут и с мамами, и вообще. Да. То есть, как бы вот так. Вот. А если говорить опять же о твоем примере, о хорошем твоем примере, что человек 30 лет, да, он, быть может, даже и один остается, понимаешь? Он, быть может, даже этот гражданский брак-то ему или ну, имея вот это все, о чем ты говоришь. Почему? Потому что... Есть люди, я даже знаю таких людей, которые... Ну, даже привыкли так жить. Конечно, да. Они привыкли так жить. Почему? Потому что он тебе может позволить... Как сказать? Он тебе может позволить... Все. Все, в принципе. Да, все. Он купит в супермаркете. Да. То есть, стиральная машина у него дома есть. Как бы, если ему надо сделать уборку в квартире, да, пожалуйста, позвонил, служба приедет, тебе все это ковры вычистит, там все уберут. Могут делать не только уборку. Могут делать все, что хочешь. Не только пылятся, Саш, могут углубить. За ваши деньги, да. Сделать все, что хотите. Ну и плюс, помимо этого, он сам может поехать там в какой-нибудь Таиланд, я не знаю. Там вот эти секс-туры, секс-туризм, что-то в этом духе. Да? Если ему надо, опять же. То есть, люди просто, да, живут, потом с кем-то сходятся, чужие привычки, все это их напрягает, люди стали эгоистами. Да. Потом уже как-то это самое, и вот, ура, опять настоящая свобода, и все по кругу. Да. Тяжелее на самом деле, как мне кажется, тем людям, которые выросли в нормальной, благоуточной семье. То есть, я имею в виду, что те, которые имеют хороший фундамент с точки зрения образовательного уровня, с точки зрения отношений в семье, в которой они выросли, и вот этим людям тяжелее всего найти себе пару, понимаешь, именно ровню найти себе. Потому что, как сказать, когда человек образован, и когда человек четко знает, что ему надо, а тем более сейчас времена, ты сам знаешь, какие. РСП-шка, ему в помощь, пожалуйста. Ну да. Программа «Давай поженимся, вперед». Там они подсурупят ему. Причем, ты знаешь, понимаешь, давай поженимся, и в последнее время вот крутит эту программу холостяк. Да, да, да. Участок. Ты понимаешь, я так смотрю. Это фигаерство, узаконено. По сути дела, ну, а как это еще назвать? Вот этот певец Воробьев, по-моему, фамилия, я уже нехорошая фамилия. Да, вот этот певец. И вот эти девушки. Не обижайтесь Воробьевым. Да. Ты понимаешь, я когда смотрю, а я не смотрю эту программу, он так отрывками, знаешь, так на кухне телевизор идет, так кошмар. Я вообще, да, да, там реально все в таком положении. То есть он сам решает, с кем он будет там сегодня. Мужики ему завидуют, завидуют ему. Конечно, конечно. Он же звезда. Нет, это что только вокруг него он выбирает. Он выбирает. Ты понимаешь, и вот этот Воробьев, и он вокруг него, вот этот и стаями крутится, он выбирает. Я выбираю город, там вот это выбираешь меня. Ты помнишь, Пародный кодекс? Пародный кодекс, да, молодец, да, молодец. Тогда об этом говорили. Вы простого Ивана посадите, дружинника, понимаешь, грузчика. Тыло. Образно говоря, понимаешь? Тыло ленты. Тыло Ашана. Со склада, да, какого-нибудь. Или, не знаю, завода макаронного. И все, и пусть он это самое там крутится. Понимаешь? Тут напомадили человека, причебурили, понимаешь? Его посадили при звездный статус. Они все готовы на него залезть. Ты понимаешь? Без контракта, подкисанный там. Естественно, миллионы долларов. Да. Конечно. Он звезда. Причем, ты знаешь, я вот так смотрю на диапазон возрастной девушек. Вот я программу вот так просто, наконец, на кухне вот наблюдаю одну. Причем такой диапазон, там, грубо говоря, 20 до 30 до штопейки. То есть все там, понимаешь? Все, кто-то забрали, все готовы его забрать. А он выбирает. И причем выбирает, я тебе вот как хочу сказать. То есть он хочет до 8 с этой ночи. Он будет. Да. И все остальные при этом смирились. Нет, они говорят, он хороший. Я хочу быть с ним. И все, понимаешь? Пусть он сегодня будет с ним ночью. Ключевое слово «хочу». Хочу, да. Отдайте, и все. Ты понимаешь? Пусть он сегодня с этой Машей. Там с Дашей, я не знаю. У нас в нашем городе, кстати. За последний год на 12% у нас увеличение идет. Графика. Набережение идет графика. Да. И на самом деле, ты понимаешь, вот это все, оно… Конечно, понимаю. РСПшек сейчас будет прибавляться, Андрей. Да. РСПшки пойдут. Кто не знает, вот такие РСП, вот с передачи-передачи с Олдычи. Это разведенка с рецепом. Да. И понимаешь, вот этот образ, вот эта модель, она же оттуда пришла. То есть, не модно создавать семью. Не модно. Да. Да. Запада, Агерия, оттуда. Не модно. И у нас не торопятся, понимаешь? Не торопятся. Не торопятся. Многие не торопятся, поживут для себя. Да. Потому что отдача… Да, с одной общались, у нас одна знакомая уехала в Москву, моя общается, говорит, ну и что там, ей уже под 30 лет. Ты знаешь, пишет, только жить начала. Все клянусь, только жить начала, 30 лет. Поэтому ей сейчас хоть что. Она завела собачку себе, ездит с этой собачкой на маникюр, пятикюр, вот это все, понимаешь? Конечно. Ей ничего не нравится. Я сейчас замуж позовя на не пойдет. Вот ей статус свободен. Продолжение следует...